Бинарный салют, друзья! На связи инженер Спок. Сегодня мы продолжаем серию обучающих роликов по C-Sharp. В этом ролике мы поговорим о переменных, литералах, областях видимости переменных, о переполнении, алгебраических операциях и разнице между экземплярными и статическими методами. А я вам хочу напомнить, что полный курс по C-Sharp вы можете купить, пройдя в описании к ролику. Поехали! Итак, выводить Hello World на консоль, это, конечно же, классно, но, как говорится, не очень юзабельно. Что с этим делать? Для начала нужно научиться определять переменные. Переменные — это некий контейнер в памяти определенного типа, в случае C-Sharp, поскольку это строго типизированный язык, в который записывается некоторое значение. Давайте научимся определять переменные. Пока что я сотру эти две строки. Не забываем, сейчас у нас наверху usingSystem, то есть у нас импортировано пространство имен System, а значит, мы можем спокойно работать с типами данных и с типом Console, например. Ну, со всеми типами, которые находятся в этом пространстве имен. Первое, что мы сделаем, это объявим переменную с именем x и запишем туда какое-нибудь число. Я ее объявлю целочисленным типом, то есть int. Пробел x пробел равно... На самом деле эти пробелы не обязательны, но это просто нормы форматирования. Равно минус 1. Таким образом мы объявили переменную с именем x, в которой находится число минус 1. Не обязательно присваивать переменные значения сразу же. Например, мы можем сказать int y. Мы просто объявили переменную с именем y. И можем ничего не делать, не присваивать ей ничего. По умолчанию, кстати говоря, в ней будет 0. А вот на следующей строчке можем записать y равно 2. Обращаю ваше внимание, что в конце каждого выражения ставится точка с запятой. То есть каждая строчка, она заканчивается точкой с запятой. Как я говорил, int это alias или псевдоним типа system int32. Пространство имен system у нас импортировано, поэтому system мы можем не писать. То же самое мы можем объявить, сказав int32. Скажем, пусть будет x1. Переменные с одним и тем же именем в одном и том же методе мы объявлять не можем. Если мы здесь объявим x, то компилятор будет ругаться, он скажет, что такая переменная на самом деле уже определена. x1 равно, пусть будет тоже минус 1. И это будет абсолютно то же самое, абсолютно эквивалентно, только имя другое у переменной. Закомментирую пока эту строчку. Также у нас были такие типы, как uint, ulong. Они беззнаковые, то есть в них нельзя записать отрицательное число. Поэтому если мы объявим переменную типа uint, пусть она будет, скажем, с именем z, попробуем туда записать минус единицу, то компилятор сразу поймет, что здесь что-то не то. Объявили переменную типа uint, а сами записываем туда отрицательное число. Говорит, нельзя минус 1 сконвертировать к uint. Это ошибка. Такая программа работать не будет, она даже не будет скомпилирована. Закомментирую этот участок кода. Объявим переменную типа float. Для этого я напишу float. Назову ее f. Равно 1.1, например. Но компилятор ругается. Говорит, что это double. А double сконвертирован к float по умолчанию быть не может. Потому что double занимает в памяти 8 байтов, а float 4. Чтобы присвоить рациональное значение в переменную типа float, нужно в конце еще написать буквку f, что означает, собственно, float. Таковы правила. А вот к double так делать не обязательно, если переменная объявлена типа double, можете внести в нее 2.3 присвоить, например, 2.3. И компилятор не ругается. Потому что значения дробные по умолчанию считаются типом double. Как я уже сказал, по умолчанию и float, и double, и into, и short, и всем прочим численным типам данных присваивается 0. Ну, в случае float и double это будет 0.0 реально, как бы. Давайте создадим еще переменную. Я ее назову x2, присвою ей 0. Если не присваивать, там все равно будет 0. Это то же самое, что записать это вот таким образом. newint. Это абсолютно то же самое, что и вот это. Эти две строчки полностью идентичны. Оператор new используется в C-шарпе для того, чтобы инстанциировать или создавать экземпляры типов. Int это тип. Единственное, что, когда мы используем оператор new, после типа мы должны поставить вот такие вот скобочки. Это так называемый вызов конструктора. Пока на это не обращайте внимания. Просто учтите, что когда мы делаем new, мы обычно вызываем конструктор. То есть конструируем экземпляр типа. И для этого мы прописываем круглые скобочки. Мы можем завести переменную, не указывая тип данных. Для этого мы можем использовать ключевое слово var. Давайте, например, объявим переменную с именем a и запишем туда единичку. Какая разница между вот таким объявлением и вот таким объявлением? Ну, кроме того, что мы в одном случае единицу присваиваем, а в другом 0. На самом деле никакой. Эта переменная будет типа int. var позволяет компилятору самостоятельно вывести тип данных. Компилятор видит, что мы в переменную a присваиваем единицу. А по умолчанию этот литерал, вы еще услышите это слово, литерал это означает значение, которое напрямую было записано в редакторе кода. Это минус 1, 2, какая-нибудь строчка. Любое число это литерал, так называемое, значение. Так вот, у всех значений есть, скажем так, тип по умолчанию, который выводится компилятором. Вот в случае единицы по умолчанию тип будет int. Мы написали var, а реально тип a будет int. Вот мы наводим мышку и можем видеть, что там тип integer. Вот я на var навел. Говорит, что это структура system int32. Если мы напишем var b равно 1.2, то это будет по умолчанию double. Я не рекомендую писать var просто так. В каких случаях var удобен? Дело в том, что код, в котором указан тип слева вместо var, он более репрезентативен, он более легко читаем. Когда другой программист видит ваш код, он сразу видит тип переменной. Ему не нужно смотреть на правую часть выражения. Может, ему просто достаточно понять тип переменной. Таким образом, такой код легче читается, когда указан тип в явном виде. Но все-таки, когда используется var? Например, есть такие сложные типы, которые имеют длинную запись. Мы еще с ними разберемся. Я просто хочу здесь показать пример использования. Например, это словарь dictionary, int, string. Пока не важно, что это значит. Мы еще будем разбираться с этим типом данных. New, dictionary, int, string, бла-бла-бла. Вот это все. Кстати говоря, поскольку у нас добавлена сборка, которая содержит этот тип, то на самом деле компилятор видит этот тип, но говорит, что не может его использовать, пока не импортировано соответствующее пространство имен. И вот с этой лампочкой я могу нажать. И на самом деле Visual Studio предлагает импортировать соответствующее пространство имен. Сразу просто вам рассказываю о такой возможности. И появляется здесь using system collections generic. Реально в этом пространстве имен содержится тип dictionary. Так вот, вместо такой длинной записи мы можем сказать var. Да, позвольте мне закомментировать эту строку. Мы можем сказать var, dict. И вот все абсолютно то же самое. И эта строчка, она гораздо более короткая, гораздо более читабельная в данном случае. То есть в левой части мы тип не обязаны записывать. В правой части он записан и так, в явном виде. И причем запись такая длинная, что никакого смысла в левой части ее писать нет. Таким образом, var нужно использовать с умом для сокращения записи, когда это действительно выгодно. Когда в правой части и так указан тип. В данном случае мы создаем экземпляр типа dictionary. Что такое здесь inString, вот эти скобочки, пока не важно. Мы с этим все равно будем разбираться. Важный момент, касающийся var. Мы не можем объявить переменную, ну скажем, var v и ничего туда не записать. Если мы определяем переменную с ключевым словом var, мы сразу обязаны как-то ее проинициализировать. Потому что компилятор говорит, что непонятно, что за тип у переменной. Когда мы декларируем переменную, мы обязаны указать ее тип. И по сути дела, когда мы присваиваем какое-то значение, мы тем самым декларируем этот тип. А здесь мы написали var, не указав тип, так еще и ничего не присвоили. Соответственно, компилятор не понимает, какой же тип все-таки присвоить этой переменной. Так делать нельзя. Теперь рассмотрим тип decimal. С decimal так же, как с float. Если мы определим переменную с именем money и присвоим ей 3.0, то компилятор будет ругаться. Потому что 3.0 это double. А double в decimal не может конвертироваться. Если мы хотим все-таки записать 3.0 в тип decimal, то нам еще необходимо дописать postfix m, явно указав компилятору, что это money. В общем, можно сказать, что для дробных чисел, для обычных дробных чисел, можно взять тип float, а для очень больших дробных чисел тип double. Но в целом обычно по умолчанию используется double. И даже можете заметить, что компилятор считает все литералы числовые с плавающей точкой по умолчанию типом double. А вот тип decimal стоит особняком в том плане, что несмотря на большую разрядность по сравнению с типом double, тип double может хранить большее значение. Но decimal может содержать до 28-29 знаков после запятой, тогда как значение типа double только 15-16 знаков после запятой. Вот. И как я уже говорил, decimal чаще находит применение в финансовых вычислениях, тогда как double в математических операциях. Из типов данных, которые мы обсуждали, также есть char. Это символ. Давайте объявим какой-нибудь символ. Символ заключается в одинарной кавычке. Например, большая а. А строка типа string. Строковый литерал заключается в двойные кавычки. Он может быть как пустой, так и содержать несколько символов. Тип boolean может объявляться как bull. Например, can drive. Записываем сюда true. Это значит истина. Can draw. Может ли рисовать. False. Просто примеры инициализации булевых переменных. В объект мы можем... Про объекты мы еще будем говорить. Можем записать любой тип данных. Любой литерал. Например, единичку. В то же время можем записать... В то же время можем записать и строку. Не следует этого делать. То, что так можно делать, не говорит о том, что так нужно делать. Дело в том, что объекты привносят сумятицу в типизацию, скажем так. В дальнейшем, когда мы начнем работать с типами и увидим, что такое приведение типов, вы поймете, что использовать объект на... Объект налево и направо нехорошо. И на самом деле напрямую объект мы почти никогда не используем, потому что всегда можно указать конкретный тип данных. Ну и давайте выведем на консоль какое-нибудь из значений. Не будем абсолютно все значения из всех переменных здесь выводить. Просто для примера выведем парочку из них. Кстати говоря, я не буду писать, набирать консоль WriteLine по буквенно. Есть сокращение, которое называется CW. Вы можете видеть, что Visual Studio его нашел. И чтобы его раскрыть, этот код-сниппет, нужно дважды нажать на Tab. И этот CW превращается в консоль WriteLine. Консоль это тип, напомню. WriteLine это некая функция. Вот в эту функцию мы передаем какое-нибудь значение. Мы можем его передать как напрямую, а можем передать переменную определенного типа. Например, передадим переменную A. Что там у нас в ней было? У нас в ней записана единичка. Соответственно, консоль будет выведена единичка. И передадим, например, name. Да, это у нас John. Если в консоль WriteLine ничего не передать, то в консоли просто будет совершен переход на новую строчку. Из важной информации также необходимо напомнить про создание переменных то, что мы не можем использовать пробелы. То есть имя пишется слитно, либо через подчеркивание, что редкость и не рекомендуется по правилам именования. Имя также не может начинаться с цифры. Обязательно с буквы. Если имя совпадает с типом данных, то есть мы хотим не character объявить переменную, а char, ее нужно предварить символом собаки. Мы здесь полно насоздавали переменных с именами x, y, f, d, x2, x3. И это потому, что в данном случае у нас нет задачи создавать переменные с какими-то осмысленными именами. Это просто тестирование, просто демонстрация того, как мы объявляем переменные. Вообще говоря, сразу же могу дать совет именовать переменные значимо. То есть если у переменной есть какой-то смысл, то его необходимо отразить в ее имени. Например, переменной canDrive может ли рулить? Есть определенный смысл. Может рулить? Да, true, может. CanDrive может рисовать? False. Нет, не может. Если мы ее назовем абракадабра, то непонятно, что это такое. А вот CanDrive понятно. Это, в принципе, все, что касается базовых правил создания переменных и записи в них определенных значений. Ну а на примере ConsoleWriteLine вы еще и видите, как мы можем передавать совершенно элементарно переменные в некие функции. Про функции типы мы еще, конечно же, будем говорить. Что ж, я нажму Ctrl F5. Произойдет компиляция автоматически приложения и оно будет запущено. Оно будет запущено через Visual Studio. Мы никуда не лезем, не создаем никакие экзешники. И видим на консоли вывод. Единичка и John. Все, как мы предполагали. Отлично. Давайте поговорим о таком понятии, как литералы, о которых мы говорили в этой лекции. Чуть подробнее. Но прежде чем мы напишем еще немножко кода, я хотел бы перенести весь уже написанный нами код в отдельную функцию. Я ее объявлю здесь. Отдельно о функциях мы еще будем говорить, когда будем говорить о объектно-ориентированном программировании. Пока что не обращайте внимания на ключевое слово static. Я его в скором времени объясню. Void означает, что функция ничего не возвращает. Она просто что-то делает. Я назову ее variables. И никаких аргументов она не принимает. И просто вставлю сюда это все дело. Вызвать функцию из функции mine легко. Можно сделать вот так variables и круглые скобки. Если мы запустим, мы увидим результат работы variables, которая в конце выводит на консоль значения переменных a и name. но я ее вызывать не буду. Она у нас просто здесь будет в исходном коде. Вы сможете скачать исходный код и все это дело посмотреть, протестировать, вызвать те функции, которые вы хотите протестировать. Я, соответственно, в дальнейшем буду просто складывать в отдельные функции то, что мы пишем. Вот так вот. И начинать писать новый код буду в main. Итак, я хотел немножко добавить про литералы. Напомню, что литералы это прямо-таки именно значения, которые явным образом прописаны в редакторе. Числа, строки, символы и так далее. True, false это тоже литералы. Окей. Я хотел бы сказать, что в переменные целочисленные, например, объявим х, можно записывать числовой литерал в бинарном виде. Для этого нужно написать 0b, а дальше уже прописывать единички и нолики. Например, 1, 1. В бинарном виде число представлено нулями и единицами. Inty равно 0b 1, 0, 0, 1. Например. Какие числа мы здесь получаем? Это у нас число 3 на самом деле, а это у нас вроде как 9. Ну, сейчас проверим. Intk равно 0b 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Для удобства на самом деле мы можем по 4 битикам делать разделение, например. Для удобства записи и читабельности. 0b 1, 0, 0, 0, подчеркивание 1, 0, 0, 1. То есть, блочно разделять вот так. Это достаточно удобно. Так, выведем на консоль значения x, y, k, и m. Запущу. Да, действительно, это у нас троечка. Это у нас девятка. 137, 137. Ну да, они одинаковые, только записаны. Просто, чтобы удобнее было читать, да, как я и сказал. Также мы можем записывать числовые литералы в 16-ти ричном формате. Давайте я переиспользую здесь переменные x, y, k и m. Я просто в них запишу новые значения. Для этого не обязательно объявлять новую перемену. Мы просто можем сказать x равно 0x1f. Чтобы записать литерал в 16-ти ричном исчислении, мы должны предварить его 0 и x. 0x, а дальше 16-ти ричный литерал идет. В y запишем ff0d, а в k запишем, например, 0x, запишем 1fab3.0ef. И точно так же, как в случае бинарных литералов, мы можем использовать подчеркивание для разделения блоков. 0x1fab, подчеркивание 3.0ef. Давайте выведем еще раз на консоль значения. А вот здесь просто вызовем console.rightline, чтобы отделить вывод этих значений от этих. Ctrl-F5. Вот как. Это у нас 31, это у нас 65293, а это у нас какие-то два большие числа. Отлично. Также я бы хотел сказать, что можно использовать вот такую вот запись. Я сейчас запишу и расскажу, что она означает. Тоже делю ее новой строкой. Чтобы создать новую строчку, можете просто console.rightline вызвать и ничего не передавать в эту функцию. Например, 4.5e2. Что это означает? Это то же самое, что 4.5 умножить на 10 во второй степени. Это 450. Сейчас проверим. И еще, например, 3.1e-1. Это то же самое, что 3.1 умножить на 10 в минус первой степени. Это 0.31. В данном случае мы литералы прямо передали в console.rightline. Не использовали переменные. Сейчас посмотрим, проверим, какой будет вывод. Еще сделаю тут одно отделение. И еще скажу, что можно задавать символьные литералы с помощью кодов. Например, x78. Это у нас маленькая x в аске таблицы. x значит 5a. Да, здесь нужно использовать slash x. А затем в 16-ти ричном 16-ти ричное значение, соответствующее символу из определенной таблицы. Это у нас большое z. а вот u у нас значит это символ из unicode таблицы будет. Да, надо в одинарных кавычках. Slash u, а затем код из таблицы unicode. Вот в unicode таблице 0.4.2.0 это большое π. А 0.4.2.1 это c. Давайте проверим. Так, действительно, здесь у нас значит 4.5 умножить на 10 во второй это 450. Здесь 0.31. Это у нас x маленькая, это z большое, как я и говорил, это π большое, это c большое. Это достаточно редко используемые фичи в языке c-sharp, однако иногда действительно бывают удобные. поэтому я просто хотел вам о них рассказать, чтобы вы о них знали и, если что, не пугались, если встретить их в чужом коде, чтобы вы понимали, что это такое. Так, ну а мы едем дальше по теории c-sharp, мы изучаем самые основы, дальше мы поговорим про области видимости переменных. Итак, давайте быстренько разберемся с областью видимости переменных. Определю переменную a и запишу в нее единичку. Это у нас интеджер реально. Создам вложенные скобки и определю внутри переменную b, запишу в нее двоечку. Создам еще одни вложенные и создам c, запишу в нее троечку. И теперь выведу здесь значения a, b и c. Вот так вот. А что будет, если я здесь попробую их вывести? Мы вышли за область видимости вот этих скобок и компилятор ругается на c. Говорит, что c отсутствует в данном контексте. Почему? Потому что переменной c в данной области видимости действительно нет. Этот код, который написан здесь, он входит в область видимости переменной a и b. А вот эта область видимости вложенная. c существует только в ее рамках. Соответственно, здесь c нет. Мы не можем ее здесь вывести. Доступа к этой переменной здесь нет. Если бы мы вынесли переменную сюда, то она бы существовала и здесь, и здесь. как вы можете видеть, внешние области видимости распространяются на внутренние. Но вот внутренние не распространяются на внешние. Поэтому c здесь отсутствует. Закомментируем. Ну и конечно же здесь уже если я скопирую и вставлю, то здесь мы не имеем доступа уже ни к b, ни к c. То есть мы находимся за пределами области видимости переменной b. область видимости называется скоупом, поэтому я если что иногда в будущем буду говорить скоуп, потому что мне это более привычно. Это область видимости. Соответственно здесь мы также не имеем доступа к b и к c. Короче говоря, внешний скоуп виден во внутренних скоупах, но внутренний скоуп не виден во внешних. И только что я вам это продемонстрировал. В данной лекции поговорим про такую штуку, которая называется overflow или переполнение. Для примера создадим переменную типа uint, назовем ее x и присвоим ей максимальное значение. Для этого я напишу uint, точка, uint это тип, и у него есть свойство max value. Мы со свойствами еще познакомимся более подробно. И этот max value возвращает самое большое число, которое может быть представлено типом uint. И соответственно оно присваивается в переменную x в данном случае. Давайте выведем на консоль это значение, а затем возьмем и прибавим единичку к x. Выражения вычисляются справа налево. Сначала к x будет прибавлена единичка, а затем присвоена в x. То есть здесь в памяти произойдет преобразование, будет прибавлена единичка, и полученное число присвоится в переменную x. Однако в x уже записано максимальное значение. Что же произойдет в результате? Интересно. Давайте выведем результат на консоль. А затем произведем обратную операцию, отнимем единичку и снова выведем на консоль. Запустим программу и посмотрим на результат. Максимальное число равно вот этому значению. Я даже не буду его называть, оно гигантское. Когда мы прибавили к нему единичку, мы получили ноль, а когда отняли единичку, получили снова максимальное число. Это поведение называется overflow или переполнение. Когда мы переходим максимальное значение, которое может содержать данный тип, мы возвращаемся к минимальному, в данном случае к нулю. Таким образом по умолчанию работает переполнение. В общем и целом в вычислениях такое поведение может оказаться ошибкой. Переполнение чаще всего это нежелательный эффект, и мы не хотим его наблюдать в своем программном обеспечении. Как правило, это результат ошибки в логике. Однако во время выполнения мы никаких ошибок не видели. То есть программа не упала. Она нам никак не сообщила о том, что в коде есть какие-то проблемы. Она просто произвела переполнение в том виде, в котором мы это сейчас видим на экране. Однако есть способ арифметические вычисления обернуть в некоторую конструкцию, которая позволит видеть переполнение, то есть обнаруживать его. Каким образом мы можем этого достичь? Для того, чтобы не пропустить ошибку, связанную с переполнением в результате арифметических операций, мы можем сделать следующее. Мы можем обернуть блок кода, в котором происходят арифметические операции, в раздел, который называется checked. Checked это ключевое слово. И мы соответственно делаем вот такой вот блок кода обернутый в checked. Check это значит проверка и теперь арифметические операции, которые результируются в переполнение, будут оканчиваться ошибкой. То есть переполнение не будет происходить молчаливо. Просто переполнилось и все. Рантайм будет говорить нам о том, что произошла ошибка. И программа без обработки такой ошибки будет падать. Об обработке ошибок, так называемых исключений, мы будем говорить в отдельности. Просто пока мы не проехали тему арифметических операций и переменных, хотелось бы упомянуть о такой возможности. Теперь, если я запущу нашу программу снова, контроль F5, то вы можете здесь видеть результат Unhandled Unhandled Exception Exception это исключение System Overflow Exception Overflow это переполнение Арифметическая операция закончилась переполнением. В реальности это означает, что ваша программа просто упадет и закроется. О том, как обрабатывать такие ошибки мы будем говорить в отдельности. Что касается арифметических операций, то по сути дело почти всегда иногда действительно переполнение нас не пугает бывают такие ситуации. Но по большей части следует писать код конечно же таким образом, чтобы никаких переполнений просто-напросто не происходило. Несмотря на то, что опция Checked имеется в целом в языке как конструкция, пользоваться ей приходится крайне редко. То есть по большей части мы просто пишем код, который не допускает переполнений. Почему? Потому что Checked во-первых код, который исполняется в блоке Checked реально исполняется медленнее, чем без него. То есть когда мы включаем Checked происходит замедление перформанса производительности. Поэтому в реальности блоков Checked вы почти никогда не увидите. Но имейте в виду, что такая возможность существует. Действительно в тех местах, где для вас очень-очень важно жизненно важно потому что требования к программному обеспечению бывают разные. Где жизненно важно просто обеспечить корректность работы арифметических операций и есть возможность переполнения, то вполне себе можно обернуть все это дело в блок Checked и обрабатывать Overflow Exception. Как обрабатываются исключения, я уже сказал, но будем говорить отдельно. Также на самом деле имеется возможность выставить такой блок по сути дела в каком-то смысле это не совсем блок, но воткнуть эту проверку на абсолютно все арифметические операции в рамках проекта без использования таких блоков. Делается это с помощью настройки. Открою Solution Explorer с помощью вот этого значка можно сделать, чтобы он был автохидом или закрепить. Правая кнопка Properties, то есть свойства. Так, и здесь можно в дебаг переключиться. Так. Advanced и вот галочка Check for arithmetic overflow underflow. Если поставить такую галочку сохраним настройки, теперь можно убрать на самом деле этот блок или закомментировать его. Перекомпилируем Ctrl-F5 и с учетом того, что мы поставили галку на весь проект, теперь все арифметические операции в проекте по умолчанию будут проверяться на переполнение и соответственно блокчект выставлять не надо. Все равно будет ошибка, если будет переполнение. И теперь если мы запустим приложение, то мы также видим исключение, то есть возникающую ошибку. Но выставлять флаг на целый проект, как правило, еще хуже, чем писать блокчект, потому что как правило, даже если есть необходимость использования защиты от переполнений, то используем мы ее, как говорят, гранулирован, то есть местами. Поэтому крайне редко возникает ситуация, чтобы выставляли на проекте такую галочку. В моей практике такого вообще никогда не случалось. И тем более все абсолютно арифметические операции в этой сборке будут происходить замедленно по сравнению с исполнением арифметических операций без проверки на переполнение. Короче говоря, теперь вы знаете, как работают переполнения и знаете, как от них защититься, а точнее защититься от молчаливого переполнения. А уж что это делать или нет уже решает программист в зависимости от требований к конкретному проекту. В предыдущих лекциях мы уже использовали арифметические операции. Например, мы там объявляли интовый х и прибавляли к нему уже два или три. Давайте еще немного поговорим про арифметические операции и посмотрим, как не только складывать, но и вычитать, умножать, делить. Есть еще кое-какие арифметические операции и разная синтаксическая запись. Ну окей. Для начала мы создадим наш любимый х и присвоим единицу. В прошлый раз для того, чтобы прибавить какое-то значение к х и собственно модифицировать же х я пользовался такой записью. Например, чтобы прибавить единичку. Я делал так. И я говорил, что реально будет происходить так вычисление. Сначала будет вычислена правая часть. Соответственно, здесь будет один плюс один. Это два будет вычислено в памяти. А затем будет обратно присвоено в х. Соответственно, в х будет двойка. Можем это проверить и вывести. Два. Кто бы сомневался. Есть другая краткая синтаксическая запись инкремента на единичку. Вот абсолютно то же самое именно инкремент на единичку. Можно записать короче. А именно вот так. х плюс плюс или плюс плюс х. Эта запись абсолютно эквивалентна этой. То есть к ху прибавляется единица и результат записывается в х. И так происходит абсолютно то же самое. Вот такая запись называется постфиксной, а вот такая называется инфиксной. Давайте убедимся, что это работает. не буду писать так размашисто. Соответственно здесь у нас два, вот здесь должно быть выведено три, а здесь должно быть выведено четыре. Проверим. Так и есть. А какая разница между х плюс плюс и плюс плюс х? Мы сейчас увидим. На самом деле можно осуществлять не только инкремент на единичку, но и декремент. То есть отнимать единичку. Еще раз оговорюсь, таким образом мы можем прибавлять и отнимать только единичку. Мы не можем прибавить таким образом двойку или тройку. Посмотрим, как можно отнять. Можно отнять все тем же способом. х равно х-1, но можно это сделать короче. х- или минус минус х. Посмотрим на результат. результат. Результат декремента единичка. Ну, потому что мы здесь выводим последнее значение х. Мы отняли здесь единичку, мы отняли здесь единичку и здесь единичку. Соответственно, мы отняли от 4 3. 3 раза по 1 мы отняли. Получили в результате единичку. Декременты работают, как вы видите. Отлично. А теперь посмотрим на разницу между постфиксным и инфиксным инкрементами. Выведу здесь строчку для начала. Напишу что-нибудь типа learn about increments и последнее состояние х last x state и is О форматировании строк и об этой записи мы еще поговорим. В данном случае это пока не важно. Я вывожу последнее значение x, чтобы мы просто не запутались по ходу дела. И теперь проясним разницу между постфиксным инкрементом и инфиксным или префиксным. Ну и соответственно та же разница она работает и для декремента. Я заведу еще одну переменную назову ее j и сделаю здесь x++ вот так равно x++ и выведу на консоль значение j и значение x. На данном этапе x равняется единичке вот здесь вот чему же будет равен j единичке или двум сейчас выясним ну и прежде чем выяснить сразу же сделаем так j равно плюс плюс x и выясним как это будет работать и снова выведем на консоль j x запустим так что у нас получается вот здесь x равняется единичке после того как мы написали объявили j и присвоили этой переменной x++ скажем так по-хитрому затем вывели j и x j равен единичке сначала мы выводим j а x равен двум то есть мы прибавили единичку к x однако j равен единице почему потому что когда мы используем постфиксный инкремент операция присвоения имеет больший приоритет чем операция постфиксного инкремента то есть по большому счету сначала мы присвоили x в j то есть это единичка а затем прибавили единичку к x поэтому в j записалась единица а в x стала двойка после инкремента на этом этапе в x у нас двойка а в j единичка и когда мы делаем j равно плюс плюс x происходит по-другому прификсный инкремент более приоритетный чем операция присвоения поэтому сначала мы к x прибавили единичку а x на данном этапе равен двойке соответственно x стал равен 3 x стал равен 3 и 3 мы присвоили в j поэтому последние два вывода 3 3 вот в чем разница между постфиксным и префиксными инкрементами. Разница в приоритете операций. Префиксный инкремент более приоритетен, чем постфиксный. И, соответственно, префиксный инкремент более приоритетен, чем операция присвоения. Такая запись краткая иногда бывает полезна, чтобы просто сэкономить место. И не более того. Если мы хотим прибавить единичку и присвоить результат в переменную. Ну или мы можем хотеть присвоить переменную другой переменной, а затем сделать инкремент. Тогда мы используем постфиксный инкремент. Вот и вся разница. Ничего здесь магического нет. Поедем дальше. На самом деле мы можем использовать краткий синтаксис не только для того, чтобы прибавлять единичку, но и другие числа. Например, 2, 3, но только выглядит это не как плюс-плюс, а немножко по-другому. Чтобы прибавить к переменной некое число, мы можем использовать вот такую нотацию. Плюс равно, например, 2. Таким образом мы к x прибавляем двойку. И таким образом мы именно апдейтим x. Да? Ну давайте проверим результат. И это то же самое абсолютно, что сказать x равно x плюс 2. Абсолютно то же самое. И ничто нам не мешает отнимать. Например, минус равно 2. Это будет то же самое, что j равно j минус 2. Абсолютно то же самое. Ну, конечно, с точкой запятой. Просто здесь ее не ставлю. Проверим результат. Действительно, к 3 прибавили 2, получили 5. От 3 отняли 2, получили единичку. Вот такая вот есть краткая запись для прибавления и вычитания чисел. Мы поедем дальше. А чтобы нам не мешал этот код, я пока его запихну в отдельную функцию. Назову ее increment-decrement-demo. Просто вырежу этот кусочек кода. Точнее, скопирую и вставлю. А вот отсюда все удалю, кроме объявления, наверное, x. Да. А это сверну пока. Отлично. Объявлю еще одну переменную. Назову ее y, присвою ей двойку. Здесь я хочу показать, что мы можем комбинировать различные переменные. И, соответственно, строить выражение с использованием более чем одной переменной. Например, мы можем сказать int z. Равно x плюс y. То есть мы можем вызывать операции сложения, вычитания, используя две и более переменных. Ну, или, например, int k равно x минус y. Ничто нам не мешает. А мы можем использовать более двух переменных. Можем использовать три. Int a равно z плюс k минус y. Чему у нас здесь равен z? k и a. Посмотрим. z у нас равен трем, поскольку 1 плюс 2 равно 3. k у нас равен минус 1, поскольку 1 минус 2 это минус 1. А а равно z у нас 3. 3 плюс минус 1. Ну, получается 3 минус 1. 2. Минус y минус 2. 0. Все правильно. Соответственно, вся эта арифметика, она работает, как и в обычной школьной математике. Да, ничего нового. Я уже упоминал про приоритет операции на самом деле. И приоритет операции, он есть как в математике, так и в программировании. Например, спросите у любого своего знакомого, сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2. и большинство ответит, что 8. И ошибется, потому что забыл школьный курс арифметики, да, алгебры. Дело в том, что сначала производится умножение. И 2 плюс 2 умножить на 2, это будет 6, потому что 2 умножить на 2, 4, плюс 2, 6. В программировании все то же самое. Во-первых, мы еще не использовали умножение и деление. Давайте посмотрим, каков синтаксис в C-шарпе для использования этих операций. Например, объявим еще одну переменную, B. И для умножения используется знак звездочки. Вот, например, B равно Z умножить на 2. Или C равно K деленное на 2. В принципе, это тоже не сюрприз, потому что на numpad, пользуясь калькулятором, встроенным в операционную систему, мы используем те же символы на самом деле. И в большинстве языках программирования это все одинаковые символы умножения. Это звездочка, деление – это слэш. Посмотрим, каков результат. Посмотрим на последние два вывода. Значит, B у нас равно Z умноженное на 2. Z у нас равно 3 умножить на 2, 6. А C равно K деленное на 2. Минус 1 поделили на 2. Почему 0? Потому что результатом является дробное число. А int работает таким образом, что он срезает все, что находится после запятой. Если результатом деления является дробь, то все, что после запятой, оно срезается просто. И остается то, что находится до запятой. А 1 вторая, в данном случае минус 1 вторая, это минус 0,5. А 5 десятых срезается, остается 0. Вот поэтому в int будет записан 0. Если результатом деления будет, например, 3,3, то в int будет записана 3. 3 десятых просто будут срезаны. Чтобы сохранить дробную часть, вам нужно использовать float или double. Но мы еще поговорим о том, как правильно работать с такими арифметическими операциями. Недостаточно объявить переменную c типа double, если вы делите переменную типа int. Там все немножко сложнее, но мы про это поговорим в отдельности. Поедем дальше и посмотрим на другую операцию. Называется взятие остаток от деления. Достаточно важная операция, которой в обычной арифметике мы, по сути дела, практически не пользуемся. То есть в стандартном школьном курсе мы не видели такой операции. Я переиспользую здесь переменные a и b. И запишу в них результат взятия остатка от деления 4 на 2 в данном случае. А в b запишу результат взятия остатка от деления 5 на 2. Остаток от деления 4 на 2 0, потому что 4 на 2 делится нацело. А вот 5 на 2 не делится нацело. Остатком от деления 5 на 2 будет единичка. 2 умножить на 2 это 4 плюс 1 равно 5. Остаток от деления будет равен единице. Проверим результат. Смотрим на последние два вывода. Они должны быть 0 и единица. Совершенно верно. 0 и единичка. Это удобный способ проверки на четность числа. Берем любую переменную, в которой мы, скажем, не знаем, какое число записано. И мы хотим проверить, является ли оно четным. Мы берем остаток от деления на 2. Если остаток от деления на 2 равен 0, значит это четное число. А если не равен 0, значит нечетное. Это стандартный способ проверки на четность. А как именно осуществлять проверки и логическое оветвление, мы будем вскоре разбираться. Используя умножение, мы также можем комбинировать более одной переменной. Мы, кстати говоря, можем вычислить, например, квадрат числа А. Точнее, переменной А. Числа, которые записаны в переменную А. Используя такой синтаксис. Можем даже вычислить куб, записав А умножить на А умножить на А. Ничто нам не мешает. Просто пока закомментирую это. Каков результат? Так, да. Давайте присвоим здесь, скажем, тройку. Потому что здесь у нас в А будет записан остаток отделения. Там 0, 0 на 0 даст 0. Это не очень интересно. Ну, в общем, будет 9, потому что 3 на 3 это 9. Отлично. Ну, а решением той задачки, которую я озвучивал ранее, 2 плюс 2 умножить на 2, будет такая запись. А равно 2 плюс 2 умножить на 2. В C-шарпе прописаны приоритеты операций. Поэтому не обязательно проставлять какие-то скобочки. Умножение более приоритетное. Результатом будет 6. Да? 2 умножить на 2, 4 плюс 2, 6. Отлично. Всю ту же краткую запись, как и плюс равно, мы можем использовать и с умножением. Например, умножить на 2 число А. Мы можем с помощью записи умножить равно. Точно так же мы можем и поделить. Это будет абсолютно то же самое, что сказать А равно А умножить на 2. А это будет то же самое, что сказать А равно А делить на 2. Проверим результат. А было шестеркой. Мы умножили 6 на 2 и записали в А. Получается 12. Затем обратно поделили 12 на 2. Получили 6. Работает, как и ожидалось. Кроме арифметических операций, также есть операторы сравнения. Снова вырежу это дело. Отправлю в отдельную функцию, чтобы пока не мешались. Назову это mathOperations. Здесь оставлю x и y. И продемонстрирую операторы сравнения. Действительно, нам же нужно как-то уметь сравнивать числа. Результатом применения операторов сравнения является bool. Объявлю переменную array call типа bool. и сравню x с y. x равно равно y. Если x равно y, то результатом будет true. Если не равно, то false. Можно также проверить, больше ли x, y. Для этого можно использовать оператор. Такая вот галочка, направленная вправо. x больше y. На самом деле, как в математике. Выведем результат. В данном случае x не больше y. Соответственно, это будет результировано в false. Это не истинно. Переиспользуем здесь result. И используем другие операторы сравнения. Не строгая проверка на больше записывается как x больше равно y. И оно вернет true в случае, если x больше y. И в случае, если x равен y. Результатом будет true. Чтобы проверить, меньше ли x и y, мы используем другую галочку. И не строгая проверка будет записываться как меньше равно. Но противоположной операцией, операцией сравнения, является операция не равно. result равно x не равно y. Не равно записываться как восклицательный знак равно. Если x не равен y, то результатом операции будет true. А если равен, то false. А вот здесь наоборот. Выведем результат. Запустим программу. И посмотрим на вывод. x равно равно y. Равен ли x и y? Нет, не равен. False. x больше y? Нет. False. x больше равен y? Нет. False. x меньше y? Да. True. x меньше равен y? Да. True. Меньше. Если бы x равен был бы 2, или y был бы равен 1, то это был бы тоже true, поскольку выполнялось бы равенство. Ну и, кстати говоря, больше равно тоже бы давало true. 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 x не равен y. Да, они не равны. True. Вот такие вот операторы сравнения имеются в C-шарпе. Большая часть из них, она похожа на то, что мы использовали в школе. Мы, насколько я помню, больше равно немножко по-другому записывали. Галочка с черточкой объединялись. Ну, а здесь пишем просто больше равно меньше равно. И это были основы арифметических операций. Теперь вы знаете, как можно инкрементировать, декрементировать, прибавлять произвольное число, апдейтить переменную на произвольное число с применением сложения, вычитания, умножения и деления. Узнали об операторе взятие остатка от деления, а также о приоритете операций. Постскриптум я забыл сказать, что мы можем менять приоритет операций, используя скобки. Вот была задача про 2 плюс 2 умножить на 2. Как я говорил, некоторые скажут 8, но чтобы это стало 8, равно нам нужно проставить вот такие скобочки. И скобки имеют, по сути дела, максимальный приоритет. то, что внутри скобок выполняется в первую очередь. Соответственно, в этом выражении сначала будет вычислено 2 плюс 2, это будет 4, а затем будет произведено умножение на 2, будет 8. Соответственно, если у вас какое-то сложное выражение, которое трудно читается без скобочек, вы не только вольны расставлять скобки, но это даже и рекомендуется, чтобы другой программист, который читал ваш код, легко понял, каков здесь приоритет операций, чтобы код более легко читался. Ну, а вот теперь действительно все. Поехали дальше по основам C-Sharp. Прежде чем мы пойдем дальше, хотелось бы все-таки остановиться на ключевом слове статик и разобраться с тем, чем же все-таки отличаются статические члены от нестатических. Нестатические члены это так называемые члены уровня инстанции, то есть уровня экземпляра. Ну, просто размышляя об этом, это могут показаться какие-то абстрактные непонятные слова для начинающего. Ну, давайте попробуем в коде разобраться, что за разница все-таки, что за статические члены такие. И будем разбираться мы на примере стринга, типа string. Итак, я напомню, string это строка, я создаю переменную с именем name типа string и использую двойные кавычки я запишу сюда абра-кадабра. Точка с запятой. Мы объявили строку и записали в нее значение абра-кадабра. String это тип. Не забывайте, это тип. И в данном случае мы создали экземпляр типа. По сути дела это краткая запись. Мы могли бы создать, то есть new. Именно new это по сути создать новый экземпляр. Вот таким образом новая строка и передали в так называемый конструктор. Мы уже использовали пустые конструкторы, то есть пустые скобочки. В данном случае я инициализирую строку, передав сюда строковый литерал абра-кадабра. И вот это вот это экземпляр строки. Экземпляр строки с именем name. Это переменная. Это и есть экземпляр строки. Это экземпляр типа string. Обратимся к name и поставим точку. Visual Studio предлагает вызвать разные методы на этом самом экземпляре типа string. Это говорит о том, что string, реализация string, это по сути дела класс, определяет некоторые методы, которые мы можем вызвать. И вот эти методы, которые мы вызываем на экземпляре, не являются статическими. Они определены внутри типа string без использования слова static. Никакого дополнительного слова ключевого использовать не нужно для того, чтобы определить нестатический член. Просто убирается слово static. Например, мы можем вызвать метод contains, передать сюда char. можете видеть, что он ожидает char в качестве аргумента. И таким образом проверить, есть ли символ а в строке name. Логично. Это даже читается. name contains a. Это даже читается как проза. А результат запишем bull contains a равно name contains a. Запрашиваем. И вот это метод уровня экземпляра, который вызывается на экземпляре. Например, bull contains a равно name contains a. Посмотрим на результат. Выполним. действительно a маленькая есть и большого нет. В первом случае true, во втором случае false. Ну, можно сказать, теперь мы понимаем, что такое члены уровня экземпляра. Статические члены мы уже использовали. Более того, сейчас в main мы тоже использовали статический член. Вот он. Мы используем метод writeLine, вызывая его на типе console. При этом экземпляр типа console мы не создавали. Ну, мягко говоря, мы не можем создать тип console. На самом деле сам тип объявлен статическим. Он не имеет состояния. Поэтому нет смысла создавать console. Мы его создать и не можем. Но мы к этому еще вернемся. Но тем не менее я хотел бы продолжить этот пример используя все-таки тип string. Потому что тип string не объявлен как статический и мы можем как создавать экземпляры типа string, так и использовать статические члены типа string. Например, string abc мы объявляем переменную abc и присваиваем сюда результат выполнения статического метода concat. concat значит concatenation, то есть объединение. Мы хотим сконкатенировать три строчки abc или ну мы можем один символ записать и как char и как string. Не уверен, что concat принимает char он скорее всего принимает string. Но нам ничто не мешает и один символ как string записать в двойные кавычки. Вот этот метод вызывается на самом типе string. Мы его не вызываем на экземпляре на name на еще о чем-то. А вот возвращает он экземпляр типа string, который мы записываем в abc. Он возвращает значение типа string. И в результате мы имеем экземпляр типа string, переменную abc. Но сам метод concat он объявлен как статический, потому что вызывается он именно на самом типе string. Вот какая разница между статическими и не статическими членами. Выведем на консоль результат. Вот еще один из примеров статических членов. int, точка, и visual studio подсказывает нам, что есть у этого типа статические члены. Equals, max value, min value, parse, reference equals, tri parse. Не будем сейчас рассматривать все. Вообще говоря, все методы различных типов рассмотреть невозможно ни в каком курсе. Нужно понять основы, как всем этим пользоваться и уметь пользоваться справочной информацией. Естественно. Выведем на консоль значение min value. это не метод это свойство. Когда мы будем разбираться с построением классов и объектно ориентированным программированием, мы увидим, что это такое. Пока это не суть важна. Важно то, что это также статический член, потому что вызывается он напрямую на типе. При этом мы можем создать экземпляр типа int, записать сюда какое-то значение, например, единичку, а затем воспользоваться методом преобразования числа к строке посредством вызова экземплярного метода toString. Вот он, x.toString. Мы вызываем его на переменной, на экземпляре типа int, преобразуя его в строку. посмотрим на результат, выведя и то, и другое. Естественно, в обоих случаях это будет единица. Просто в одном случае это единица типа int, и к ней можно применять арифметические операции, а в другом случае это единичка, записанная как строка. В строке же могут содержаться числа, правильно? Но уже к этой переменной мы не можем применять арифметические операции в смысле их математического значения. Выполним программу. True false мы уже видели. Результатом конкатенации является строка abc abc. Статическое свойство minvalue возвращает минимальное значение поддерживаемое int, оно равняется вот такому значению отрицательному. Ну и дальше мы видим две единички на консоли, которые просто выведены, тут неважно что это int или string выглядят они все равно на экране одинаково. Надеюсь теперь понятна разница между статическими членами и членами уровня экземпляра. Налет загадочности и магии с ключевого слова static теперь слетел, а окончательно развеется, когда мы будем сами строить классы и применять слово static. кредитик. Продолжение следует... Продолжение следует...